Валерий Сергеевич Шейман Для нас это, конечно, печально. К счастью, вы все-таки приезжаете, мы вас видим. И вот как раз возглавили и жюри лицедей, и осенью вы выступали. Но причина какая была того, что вы оставили наш театр, перебрались в Москву? Конечно же, театр ульяновский, драматический, дал мне в этой жизни практически все, о чем можно мечтать, все, чего я достиг, все регалии, все звания. И покидать его из творческих соображений не было никакого смысла. Но личные семейные обстоятельства мои изменились. У меня дочь вышла замуж и поселилась в Москве. И когда у меня должны были появляться внуки, чтобы сохранить близость семейных взаимоотношений, чтобы быть поближе к внукам, к дочери, чтобы ощутить себя дедушкой и отцом любящим, еще заботящимся, мы решили перебраться в Москву. Валерий Сергеевич вместе со своей женой Валентиной Александровной Севастьяновой устроились в театр Марка Розовского у Никитских ворот. Но его прощание с театром растянулось на целый год. Он приезжал и доигрывал роли в спектаклях, чтобы не нарушить работу театра. А как вас встретили в театре, в Московском театре, в Никитских воротах? Вы знаете, театр иногда называют это место террариум единомышленников. Конечно, в каждом театре тебя прощупывают со всех сторон. На профпригодность, на человеческие качества. Должен сказать, что вход в новый коллектив произошел очень легко. Но, вы знаете, с одной стороны, звание и регалии усложняют вход, потому что от тебя ждут. Ну-ка давай, народный артист, покажи, что ты умеешь, на что способен. А с другой стороны, если ты с достоинством исполняешь свою работу на хорошем уровне, которому ты обязан следовать, то у людей открывается другой взгляд на тебя, другое отношение. А вас устраивают те роли, которые вам предлагают в театре Никитских воротах? Ну, должен сказать, что тех авторов, произведения которых шли в нашем театре имени Гончарова, в Ульяновском, конечно же, там мы не станем. Но, должен сказать, что у меня есть интереснейшие работы в спектаклях по пьесе Чехова, классика, и «Вишневый сад», и «Дядя Ваня», и инсценированные рассказы Чехова. Я играю в одном из таких, который называется «Парень». В театре есть уникальные проекты, которые созданы специально для Валерия Шеймана. Один из них – «Экклезиаст». Художественный руководитель театра Марк Григорьевич Розовский предложил Валерию Сергеевичу сыграть «Экклезиаста» в 2010 году. До сих пор этот моноспектакль не сходит с театральных подмостков. Переехав в Москву, у Валерия Шеймана открылись другие возможности. Ему стали предлагать роли в кинофильмах и сериалах. В полном метре всего лишь одна небольшая роль – это фильм Зельдовича «Цель». У меня там небольшой, пятиминутный эпизод «Премьер-министра» снимали как раз вот в это время, о котором вы говорите. И в основном это сериалы, и небольшие такие части в сериях. Это интересный опыт, но должен сказать, что предыдущий мой опыт драматического театрального артиста мне интереснее рассматривать, потому что в кино это нечто другое. Но, как признался народный артист России, он себя никогда не смотрит на экране телевизора. Просто не может. Валерий Шейман – в Ульяновске частый гость. В 13-м фестивале «Лицедей» он стал председателем жюри. А осенью с театром у Никитских ворот участвовал в фестивале «История государства российского. Отечество и судьбы». Тогда ульяновцы увидели замечательный спектакль «Папа-мама. Я и Сталин», поставленный по книге Марка Розовского и рассказывающий о судьбе его семьи. Папу играл Валерий Шейман. Этот спектакль приглашен в июле 2019 года на фестиваль «Театральный в Авеньон» во Франции. Мы там сыграем 23 раза этот спектакль. Пригласили, да, есть интерес к этой теме, к нашему театру. В общем, у Валерия Шеймана сейчас очень плодотворный период в его творческой деятельности. Он не только активно задействован в спектаклях, но и помогает Марку Розовскому в качестве ассистента режиссера. И на отсутствие работы не жалуются. Ирина Антонова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.